ПАВЕЛ КЛЮКИН Я являюсь руководителем и основателем инжинирингового центра «Смарт». Мы занимаемся обучением персонала, и у нас есть новый проект – клуб руководителей независимых автосервисов. Сейчас настала пора объединяться. Единственной большой целью объединения в виде такого клуба руководителей является совместное решение вопросов, которые ни один из участников не может решить в одиночку. Это, прежде всего, вопросы развития бизнеса, и, во вторую очередь, это вопросы сохранности и безопасности бизнеса. Мы заботимся, в первую очередь, о нашем заказчике, это действительно независимом автосервисе, который должен выстроить так работу, чтобы клиент был удовлетворен, клиент действительно пользовался постоянно и долго услугами сервиса, но в идеале этот сервис будет для него постоянно на всю жизнь. «Я понимаю, что это достаточно тяжелая и объемная работа. Сегодня первый день, когда нам удалось собрать не такое большое количество участников, но я им благодарен, всем выступающим, всем приехавшим из других регионов, потому что, действительно, это самые активные участники рынка. На последующих встречах мы, конечно, будем видеть нормальное увеличение участников, но я абсолютно удовлетворен тем, что сегодня происходило, тем, что мы затронули те вопросы, которые являются самыми актуальными для участников, для руководителей, для владельцев автосервисов, и мы наметили дальнейшие шаги, дальнейшие темы, выработали необходимый формат, удобный для всех, сделали уже несколько предложений, которые мы взяли на свой счет и готовы реализовать к следующей встрече нашего клуба». Марк Подольский, эксперт инжинирингового центра «Смарт». Идея создания клуба владельцев автомобильного бизнеса родилась достаточно давно, и на самом деле было несколько попыток ее реализации. Сегодняшняя наша встреча подтвердила необходимость объединения людей, которые работают на рынке независимых станций технического обслуживания. У них есть целый комплекс задач, которые не по зубам каждому из этих людей, но которые возможно решить, если будет их нормальное, добровольное и в то же время осознанное объединение.